Прокуратурой города была проведена проверка на ресурсоснабжающем предприятии передвижная энергетика. Поводом послужило неоднократное возгорание энергоблоков на электростанции, последствия которых всем известны. Весь город в результате этих ЧП оставался без электроснабжения. В результате прокурорской проверки выявлено множество нарушений. Прокурорская проверка по фактам неоднократного отключения электроэнергии всего муниципального образования длилась больше месяца. За это время удалось собрать достаточное количество фактов. По результатам проведенных мероприятий были установлены нарушения требований федерального законодательства, в том числе правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики, а также правил эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации. По результатам проведенной проверки руководителю данного юридического лица было внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства с требованием устранить их и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 17 сотрудников действительно были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также приняты меры по устранению нарушений. Помимо этого внесены изменения в инвестиционную программу по модернизации оборудования, большая часть которого давно выработала свой ресурс. Порядка 90% замечаний касаются не должным образом оформленных бумаг, а не устаревшего оборудования. То, что не все подписи присутствуют в инструкциях, не все инструкции находятся на рабочих местах, там средства защиты местами просрочены где-то в районе полугода. В общем и целом глобально замечание одно, то, что модернизация и отстает от реалии жизни, уже в принципе неоднократно говорили на этот счет. Здесь нас сдерживает тарифная политика, предприятия, поэтому действуем в рамках инвестиционных программ, утвержденных. И летом достаточно обширная работа, которая запланирована, она будет проведена. Восстановим и третий энергоблок мощностью 12 мегаватт и заменим частично наши распредустройства, насколько это позволит средства, опять же заложенных в тарифе, утвержденных в инвестпрограмме. В отношении директора филиала и юридического лица были возбуждены два дела об административных правонарушениях. Сумму штрафа за нарушение правил устройства эксплуатации топ и энергопотребляющих установок определит суд.